Поздравляю! Очень мы хорошо закончили книжку. Вот знаете, самое главное в жизни, да, это научиться заканчивать. Начинать и заканчивать, начинать и заканчивать. Потому что, если не заканчивать, зачем тогда начинать? И получается, что мы молодцы. Спасибо Всевышнему, конечно, за то, что дает нам возможности изучать такую великую мудрость. И спасибо нам, что мы этой возможностью воспользовались. Итак, сейчас мы начинаем изучать книгу Коэлит, Экклезиаст. Экклезиаст Коэлит, значит, одна из самых известных книг в Торе. Написал ее царь Соломон. Царь Соломон, как начинается книга Коэлит, книга Коэлит начинается. Она так, что... Деврей Коэлит, Бен Давид, слова Коэлита, сына Давида, Менех Мерушала, который был царем Мерусалим. Значит, почему здесь он назван Коэлитом? Почему он здесь назван именно Коэлитом? В Мишле, в притчах, он назван Шлома Бен Давид, а тут он назван Коэлитом. Почему? Вот здесь тоже интересная речь, что... Я помню, такая была шутка, когда одного спрашивают. Как вас зовут? Мама назвала меня сынок. А зовут вас как? Он говорит, там, а жена любимая? Как зовут человека? Ты кто? Какое у тебя имя? Мы привыкли, что вот как в паспорте написано, например, там, Максим Перенчук или там Дмитро Латуха, так и зовут человека. Как назвали, так и зовут. А вот, например, Эстер Исраэль, она, наверное, в паспорте по-другому была записана. Получается, что у царя Шломо, у него было несколько имен. Мушер, например, было несколько имен, да, у Моисея. Но вот Моисея и Муше, это одно и то же имя. Просто греки, они шепелявили, они не выговаривали буквы Ш. В иврите очень много буквы Ш, прямо вот, больше, наверное, чем в других языках, но точно больше, чем в русском. То есть, он такой, очень много буквы Ш. А греки, они Ш не выговаривали, они пришли, как город ваш называется. И говорят, Иерусалайм, они. Иерусалайм? Ну, Иерусалим, ладно уже, Иерусалим, говорите как, да. Говорите, как, значит, как хотите, так и говорите. А как пророка вашего зовут? Моше, Мосе, Моше. Они такие, Мосе? Ну, ладно уже, говорите Мосе, да. А вот, как звали известного вашего, вот этого, которого растяли римляне? Они говорят, вроде Ишу его звали. Ису? Ну, ладно уже, хотите Ису, так Ису. То есть, понятно, да, греки, они все Ш переделали на С. А когда они переделали на С, от Тора, она попала в мир через Септудианто. Септудианто, это был перевод Танаха, всей письменной Торы, на греческий язык. Септудианто. И уже дальше оттуда оно пошло переводиться на другие языки. И получается, что вот так закрепилась вот эта вот буква С вместо Ш во всех местах. Так, Моше, мы знаем, звали Моше, а Шломо звали Шломо, царь Шломо. Но они же тоже не выговаривали Шломо, и они его назвали Сломо, Соломон. И так он стал Соломоном, понятно, да, откуда берется Соломон и откуда берется Мозес. Теперь Шломо Амелых, его называли не только, его называли не только, значит, Шломо и Соломон, его называли также Куэлит. Вот он сам себя так называл, Куэлит. Почему его назвали Куэлит? Потому что он, Ликаэль, это собрать, да, он собирал. Что он собирал? Он собирал мудрость. Кстати, его звали еще, у него одно имя было дополнительно, Агор. Агор, как Игорь, да, произносится почти, Агор. То есть написание такое же. Вот меня раньше звали Игорь, так, у меня в Туда-Дзюке было написано прошлое имя Агор. Вот прям Ари, и оказывается, Соломона тоже звали Агор. Одно из его. Агор это тоже Айщев, и Герр это хомяк. Почему его звали Агор? Агор это как хомяк, он собирает тоже, да, такой, он собирает. Знаете, хомяк сидит, он зерна набрал. Но только Шлома Амелых он собирал мудрость. Вся книга Мишлей, она пропитана вот этим вот. Главная идея в книге Мишлей, в притче царя Соломона, это мудрость разобраться, как мир работает, да. Вот это вот была его главная идея в книге Мишлей. Мы с вами разобрались, мы с вами проходили уроки по книге притчи царя Соломона. Два, по-моему, даже цикла мы прошли. Есть книга очень хорошая, Агор Беняке, правильно Дмитро говорит. Агор Беняке, но теперь Куэлит это тоже, это можно так по-русски сказать, не имя это его было, ну, кличка некрасивая, да, такое название. Это было одно из его определений. И интересно, я сейчас помнил Лявдель, Лявдель говорят, что это вообще очень далеко, да, чтобы разделить. Но был такой, считался он духовный учитель, звали его Ошо. Я когда слышал историю, как он стал Ошо, его звали при рождении не Ошо, а как-то там Махмуд, ну, не Махмуд, он из Индии, не помню, как его звали. Но у них в Индии, когда человек начинает свой духовный рост, то каждому его этапу соответствует какое-то новое имя, название, да, там, познавший, у них же индуизм, у них там много раз всяких идолов, познавший там идола такого, познавший Никтуна, познавший того, познавший село, то есть у них они меняют постоянно имена, да. Теперь, значит, он дошел до уровня какого-то, да, и он говорит, вы знаете, я уже просветленный, я уже, значит, достиг просветления, и он вот так разговаривал, если вы найдете видео, как он разговаривал, вот так я сейчас буду в стиле пошуров проводить, еврей, шшш, бендавит, шшш, в этот мир ушла, шшш, ха-ха-ха-ха, вот так, это уже такой был, он очень был этот самый, очень был просветленный, и он когда стал просветленным, он сказал, что, вы знаете, говорит, у меня никакого теперь имени нет, потому что любое имя, оно некий ярлык, как на луковице есть слои, и любое имя, это, оно меня говорит, ну, оно вообще ко мне не имеет отношения, поэтому у меня имени нет никакого, ученики, а у него было уже к тому времени очень много учеников, и он рассказывал тоже истории, вот такими, он обучал людей, Оша, историями, смешными причем, он очень любил смешные истории, ну, вот он так шипел, и, значит, рассказал смешные истории, смеялся, вот, и он, значит, говорит, у меня нет никакого имени теперь, а ученики говорят, а как же мы будем тогда вас называть, и как мы будем, он говорит, это ваша проблема, говорит, у меня имени нету, а как вы меня будете называть, вы сами для себя как-то определитесь, и они долго определялись, как вы называете, и предложили, в итоге собрало шесть вариантов, и он на один махнул рукой и сказал, вот этот, Оша, значит, братья Оша, и они начали называть Оша, а он себя называл никто, и они, значит, это очень смешная такая подход, как есть один наш, что дядя Федор, он писал своим родителям письма, вначале из простоклашина, а потом уехал в Шалине, и он из Шалине пишет, я в Шалине изучаю безоценочное восприятие мира и себя, поэтому дела у меня теперь никак. Хорошо, значит, коэлит обозначает собравший, и второе, коэлит обозначает кейла, есть такое слово, кааль, да, вот на русский переводят кагаль, а вообще наведите слово кааль, это община, кейла, это община, кейла, это через эй букву такая, эй выдох, и это тот же корень, что коэлит, он был, во-первых, он собирал, этот глагол обозначает собирать, а второе, это выступать, выступать перед собранием людей, и он был коэлит, сын Давида, значит, он вначале сразу же на себе сказал, что я учился у великого папы царя Давида, все знали, это был великий царь, царь Давид, он был великий воин, да, то есть он был воин, который, вот его, если вы читали, псалмы царя Давида, есть псалмы, 150 псалмов, это все его, как стихи, его песни, с которыми он обращался ко Всевышнему, и там, везде, во всех этих псалмах, такой, вот, можно сказать, надрыв такой, да, есть чуть-чуть, да, он был такой экстремистски преданный Всевышнему человек, который, вот он все время восклицал, он говорит, одну вещь я просил у Бога, все дни жизни своей, одну вещь только я просил у Бога, какую? Вот спроси любого человека, ну, я бы хотел там то, все, каждый что-то для себя хочет, а царь Давид говорит, нет, одну вещь я просил, я хочу находиться в доме Бога, все дни жизни своей, находиться в доме Бога, и наблюдать за милостью Всевышнего, и путешествовать по его чертогам, переводят чертоги, по его дворцам, по его залам, по его, вот, каким-то таким, вот, да, то есть он хотел только одного всю жизнь, это соединиться со Всевышним, но при этом, так как он жил в этом мире, он, но он жил соединенный со Всевышним, у него не было никакого вообще, не просто страха, а у него вообще не было никакого, даже грамма, энергия, энергия нужна, всегда нужна энергия, без электричества компьютер не работает, и человек, он тоже не работает без тела, поэтому царь Давид, пока он находился в этом мире, в теле, он душой, интеллектом, своим стремлением, он всегда находился уже в духовном мире, он стремился только этому сидеть, находиться в доме Всевышнего в средней жизни своей, но, так как он находился в этом мире, то он этот мир преобразовал во славу Всевышнего, он воевал, он был такой воин, и у него он захватил тогда, очень большие были маленькие государства, маленькие были, кстати, такие княжества, царства, все были такая, феодальная система, и он всех окрестные, вот эти вот царства феодальные, он захватил от Едипта, и там до того места, где сейчас находится Иран, плюс-минус, все, и он, значит, во славу Всевышнего, всех, значит, такой джихад делал, всех этих идолопоклонников, он, начиная с, знаете, здесь известная история, Галиад, когда Галиад, он кричал там, ну что там, кто, кто тут может против меня выйти, он был такой громилой огромный, и тут царь Давид вышел к праще, такой вот камнем ему в лоб кинул, голову отрезал, то есть в этом был весь царь Давид, да, и потом взял, значит, кинор, какую-то скрипку, и пел, воспевал Всевышнего, такой был, очень экстремистский был он человек, непростой такой, да, и у него родился сын, сын царь Шломо, он родился у него, тоже в следствии, очень такой, непростой истории с Батшевой, маму царя Соломо назвали Батшева, почему-то она тоже, греки ее назвали Версавия, наверное, они и бы не выговаривали, они очень были, греки, им надо было к логопеду, наверное, сходить, потому что они, почему-то Батшева, прямо написано, Батшева, вот ее звали, ну, имя такое, Батшева, то есть, любого спроси, вот кто говорит на иврите, как звали ее, Батшева, почему они ее Версавия назвали, откуда Эртам появилась, Бат, а, я понял, почему, на арамейском Бат, на иврите Бат это дочь, а на арамейском Бар, Бар, Бат, это как бы принадлежность, как дочь, и они ее назвали Баршева, Ше они не выговаривали, Ше переделали на Се, и получилось у них, вместо Батшева, Версавия, Бена, Ве они тоже переделали, вот, и в общем, у Батшевы, она же Версавия, и у царя Давида, родился сын по имени Шлома, и царь Давида, как родился этот сын, совершенно чудесным образом, и у царя Давида было пророчество, что от Батшевы пойдет Машеах, пойдет, как бы, род, ну, Машеах, это, тоже они его Машеах назвали Мессия, почему-то, Ше они переделали на С, Машеаха, Машеаха они назвали Мессия, и, значит, у царя Давида было пророчество, что это пойдет через Батшеву, хотя у него было, у царя Давида было шесть жен, шесть жен у него было, именно от Батшевы пошел род Машеаха, и через царя Соломона, через царя Шломов, и когда он родился, первый, первый ребенок умер у Батшевы, и когда родился второй ребенок, царь Шломо, то царь Давид пообещал, что именно он сядет после него на престол, и когда он уже был в пожилом возрасте, перед смертью, то другой сын хотел захватить престол, уже он объявил себя царем, но царь Давид собрался с последними силами, и короновал, значит, объявил, что царем будет царь Шломо, и он так стал царем, и ему в то время было, знаете, сколько лет, ему было 12 лет, когда он стал царем, представляете, и он с 12 лет, он был очень-очень мудрым, он был невероятно, невероятно, ему приходилось братья, хотели его убить, там были такие дворцовые, эти самые интриги, он с помощью своего великого ума, откуда у него взялся великий ум, от великого стремления ко Всевышнему, он когда стал царем, он делали тысячи жертв всесожжения, то есть взяли прямо тысячи быков, и этих быков приносили в храме, когда еще не было храма, был тогда, царь Слава построил храм, а получается, значит, приносили, был тогда мешкан в Шло, стоял, да, до храма, был тот мешкан, который они ходили по пустыне, в Стинье тоже, мешкан, как там он перерос, в русском языке, в греческом, в Стинье, он стоял потом в городе Шло, и там, значит, в этом Шло, был такой, его камнями обложили, и был такой, как храм, да, уже он стоял на месте, но я сейчас вспоминаю, что царь Давид, он перенес оттуда из Шло, он перенес Ковчег Завета, и он уже купил место, купил место именно под храм, вот эта гора, она принадлежала каким-то частным лицам, и он выкупил это место под храм, значит, там стоял уже вот этот вот передвижной храм, царь Давид уже подготовил все материалы для строительства храма, но сам он храм не мог построить, построил храм царь Соломон, и вот, значит, царь Соломон принес тысячу жертв, Всевышний, прямо увидев такое его стремление, вот смотрите, тут же какая вещь, жертва это курбан переводится, да, как курбан это литкарет, то есть вы скажете, ну как он, нормальный сегодняшний человек, он скажет, ну как можно убить быка, приблизиться ко Всевышнему, как, а теперь, знаете, почему он так говорит человеку, потому что у него в голове, вот у него уже есть предпосылка, исходная предпосылка, что нельзя, то есть он же почему спрашивает, потому что ему в детстве объяснили, что бык это просто бык, и его, значит, надо кушать, теперь, такой обычный человек, он говорит, ну я знаю про быка, все, его надо кушать, у него нет в голове знаний, если бы ему с детства сказали, что, если бык определенным способом, определенные люди, которые называются священники, определенным образом они его зарезают, и определенным образом они его сжигают, то это и есть способ соединения со Всевышним, значит, если бы у человека изначально было это знание, он бы вопрос такой не задавал, то есть он задавит вопрос с точки зрения того, что быка надо съедать, а есть люди, которые с рождения знают, что быка нельзя съедать, и кто съест быка, тому вообще смертная казнь, вы знаете, таких людей не один, не два, их миллиард, это Индия, и в Индии у них корова, это священное животное, они в некоторых штатах до сих пор, там, тюремное заключение, если убить корову, тюремное заключение, то есть получается, что, значит, мы просто не знаем, как с помощью всесожжения быка приближаются ко Всевышнему, но царь Соломон знал, но здесь тоже, он принес жертву тысячу быков, то есть обычно есть некая граница, которая человек, вот он, надо заниматься физкультурой, чтобы быть здоровым, да, такая фраза, у одного это надо заниматься, он там три раза присел и все, а другой говорит, нет, я буду, значит, ультрамарафоны бегать, и он, они, изначально они были одинаковые, эти два человека, да, есть люди, вот тут, 50 лет начинают бегать ультрамарафоны, вот было два 50-летних, вот с такими же ватами, сидят с кружками пива, один говорит, я, значит, начинаю заниматься спортом завтра, второй говорит, и я, значит, выпьем за это, выпьем, один говорит, ну все, я там, пять минут день занимаюсь, я занимаюсь уже спортом, занимаюсь, второй говорит, а я ультрамарафон начинаю бегать, хочу побежать 5000 километров, без остановки, он говорит, ты сумасшедший? Говорит, нет, у нас с тобой потенциально есть возможности на пять тысяч километров. Просто ты используешь эти возможности на пять минут в день, потому что ты не веришь, что можно больше, или ты считаешь, что это тебе не нужно. То есть ты живешь в своей вере, которая вот такая вот, ну, на пять минут в день, а я живу в своей вере на пять тысяч километров, что я пробегу. И вот царь Соломон, он знал, что принося в жертву всесожжения быка, ты приближаешься ко Всевышнему, но он тысячу принес быков. И когда он принес тысячу быков, то это создало какой-то сверхэффект, при котором Всевышний к нему обратился и сказал ему, ну, смотри, хочешь, значит, так, хочешь ко мне приблизиться, значит, проси, что хочешь, я оценил. Тысяча быков принести в жертву всесожжения, это показывает твое сверхжелание со мной соединиться, да, как у царя Давида было это сверхжелание, то у тебя оно еще больше. А мы видим отсюда, что царь Соломон взял, я сейчас объясняю первый отрывок, почему он сказал Деврей Коэлит, слова Коэлита, сына Давида. То есть он сам себя назвал, когда он представлялся, он говорил, я сын Давида. То есть он все привязывал к тому, что у него был корень его папа, который был экстремист. И он говорит, я сын Давида, царь в Иерусалиме. А Иерусалим это святой город, ворота в небо. То есть он в этом, в первом же предложении экклезиаста, он выразил вот свою сущность, да, я собирал мудрость всю жизнь, я Коэлит, я собирал и делился. Второе, я сын Давида, который экстремистски был предан Всевышнему, и для которого не было границ материальности вообще. И я царь в Иерусалиме, царь в святом городе. Он мог бы сказать, я царь во всем Израиле, он говорит, нет, я царь в Иерусалиме, для меня главное быть царем в святом городе. То есть святость для меня, святость с Всевышним на первом месте. И мы знаем из Танахар, что Всевышний к нему обратился, говорит, я вижу, насколько ты хочешь быть близок ко мне, проси от меня тебе, что хочешь. То есть мера за мером. Хочешь, говорит, я тебе дам ошер, богатство. Хочешь, говорит, я тебе дам все имущество, все материальное. Нахасим это на иврите. Хочешь, говорит, я тебе дам кого-то, почет, что тебя все будут почитать. Хочешь, говорит, я тебе дам душу твоих врагов. То есть ты будешь власть, ты всех вокруг просто вырежешь, уничтожишь. Он, говорит, царь Шломон, нет, говорит, я хочу только от тебя одного. Чего? Хочу от тебя хохма, божественная мудрость. Я хочу понимать, как оно все работает. Вот как этот мир работает, вот мне только это надо. То есть я хочу точно понимать, как оно все устроено. То есть его главное стремление было к мудрости. Он попросил у царя, у бога вот это. И бог ему говорит, хорошо, значит, если ты хочешь это, я тебе не могу не дать, я тебе даю то, что ты просишь. Но вместе с этим ты получишь и все остальное. Потому что если у человека есть мудрость, если у него есть четкое понимание, как работает мир, значит, он уже будет действовать в этом мире правильно, не будет ошибаться, будет выполнять волю Всевышнего, не будет делать неправильных действий ни к людям, относящимся, ни к имуществу. И он будет и богатый, богатым в понимании Торы, что такое богатство. Есть два определения в Торе, что такое богатство, сейчас не будем туда уходить. Он будет, естественно, почитаем людьми, потому что он никогда никого не обидит, не скажет ни одного слова плохого ни про кого, не будет слушать сплетни и передавать сплетни, будет говорить людям приятные вещи. Значит, у него будет почет, потому что кто почитаемый, это тот, кто почитает других. Это мы знаем из Торы. У него будут души врагов. Откуда будет у человека, верующего, души врагов? Царь Соломон сказал об этом в притче царя Соломона. Он говорит, тот, кто с богом хороших, так он даже врагам, яшлим это сделает, что враги с ним будут в шаломе. То есть, враги сами перестанут его ненавидеть. Ему не надо будет врагов убивать. Враги сами ему помогут во всем, во чем надо помочь. То есть, у него не будет врагов. И, значит, все это он получил за счет мудрости. И вот, начиная книгу, царь Соломон, до нас дошли вот три книги. Одна книга, Шира Ширим, песнь песней, это полностью книга аллегории. Это книга о любви ко Всевышнему. Это книга, в которой скрыты тайны высших миров. Поэтому мы ее не изучали, не изучаем, потому что очень тяжело понять эти аллегории, очень тяжело о них рассказать. Я лично не беру, я не изучал ее, и поэтому преподавать не могу. Теперь, вторая книга Мишли. Мишли, это книга, притчи переводят название. Это книга об этом мире. То есть, 32 глава и в 32 главе Мишли полностью скрыты все-все-все законы, управляющие материальным миром, и как в этом мире правильно жить. Книга Коэлли, это третья книга Экклезиаст. В ней 12 глав, 222 отрывка. Как раз мы будем изучать, я думал, по 5 отрывков за урок. Но что-то я опять длинно очень пошел в рассуждение. Сегодня мы 5 прочтем, наверное, да? А может нет, давайте, мы будем изучать, если по 3 отрывка в день, то тогда мы будем за урок, тогда нам придется 70 дней изучать, где-то около 3 месяцев. Значит, если мы будем изучать по 5, то мы будем изучать 2 месяца. Ну, давайте, поскольку будем, поскольку будем. В Коэллике смысл Коэлли, это философская книга, которая говорит о смысле жизни, которая глобально говорит о том, ради чего жить, о том, к чему стоит стремиться, о том, как глобально устроена жизнь человечества. Да, это более такая философская, глобальная книга, но которая относится к каждому из нас, потому что человек должен знать, ради чего он живет. И вот он начинает эту книгу главной идеей этой книги, да, анонс, анонс и тизер такой, да? Он говорит, итак, слова Коэлли, это сына Давида, ция в Иерусалиме. Эвел Авалим, сказал Коэлли. Он говорит, пар паров, это все, переводят суета-сует, но дословно это, эвел это пар, это выдохнул вот этот пар, вот это называется эвел. Он говорит, эвелевелинг пар паров, сказал Коэлли. Эвел Авалим, а коль эвел. Он говорит, все пар паров, сказал Коэлли. Пар паров, все пар. Все, семь раз тут есть, да? Слово пар, пар паров, пар паров, паров это два. Пар паров, сказал Коэлли. Пар паров, все пар. Значит, всего семь получилось. Дальше он продолжает эту мысль, я, давайте, следующий отрывок прочту, и будет все понятно. Какая польза, и трон это польза или прибыль, да, какая польза или прибыль человеку от всего труда его, которым трудится он под солнцем, какая польза, он говорит. Поколение приходит, четвертый отрывок, поколение уходит, а земля остается, то есть все вот сейчас население земли, 80 миллиардов, через 70 лет никого не будет. Уже прошло 70 лет, те, кто родили 70 лет назад, все те миллиарды людей, которые родили 70 лет назад, уже ушли. То есть средняя продолжительная жизнь 70-80 лет, то есть за 80 лет в среднем сменяется все население земли, представляете? И 80-80 миллиардов лет человек уходит, но одновременно приходит все больше и больше, население это увеличивается. И говорит, а земля остается, потому что люди на земле это даже, ну так, даже не пыль относительно вот всей земли, а что-то даже меньше такое. Так как 70%, интересно, это 70% планеты земля покрыта водой, как и 70% воды в теле человека. Это еще раз нам подтверждает идею, что человек это малый мир, да, то есть как, вот если взять все мироздание, Бог это как душа в человеке, и весь мир это как пристанище для Бога. То так же и тело человека, есть душа, есть тело, и есть вот эта идентичность, да, что земля покрыта на 70% водой, и человек на 70% состоит из воды. Пятый отрывок последний сегодня, и восходит солнце, и заходит солнце, вместо откуда оно вошло, оно возвращается, и все заново начинается, оно опять встает. Что это мы узнали сейчас, да? Его главная была первая идея, он говорит, весь материальный мир, все в этом мире материальном, и все усилия, связанные с материальным миром, это все пар паров, эвелим пар, да, нету в нем, это все не настоящее. А что настоящее? То, что под солнцем, это не настоящее. То, что над солнцем, духовный мир, это да, настоящее. И дальше вся книга, он, вначале он берет все, что есть в этом мире, и с разных сторон разбирает, а может быть это его, его идея, что все, эвелим, эвелим, может это неправильно. И он исследовал, исследовал, исследовал все, и вот мы пройдем вместе с ним 12 глав по исследованию всего, что есть в этом мире ценного, важного, и, значит, изучим его доводы, которые, книга эта написана в Груаха Кодеш, то есть Святым Духом, это как пророчество, да, одна из ступеней пророчества, поэтому она вошла именно в Письменную Тору, и мы поймем, что именно так оно и есть, а что ценно в этом мире. Служить Всевышнему в радости, я сразу вам спойлер даю, да, наконец, и выход в конце, он перейдет к такому интересному выводу, как все работает и ради чего стоит жить. Поэтому занимайте места, преследивайте ремни, сегодняшние отрывки у вас есть в телеграм-канале Вайкра, есть у вас телеграм-бот, в котором есть вся книга, есть комментарии на каждый отрывок на русском. Скоро в октябре выводит книга в издательстве Книжники, и потом в Израиле с моими комментариями Плезиаст. Значит, сейчас мы пока изучаем, и как раз выйдет книга, можно будет потом красивую книгу еще на столе иметь и на полке, и берите, друзья. Поэтому, значит, впереди у нас где-то 200, осталось 222 отрывка, минус 5, впереди у нас 217 отрывков, и будем маломудрые, как Элит. Вот хотя бы этот выучите, да, что пар паров сказал Коэлит, пар паров все пар. И этот отрывок, он вам будет помогать в сложные моменты абстрагироваться от этих сложных моментов и подумать, что все это пар паров, в чем паришься, да, да. Кстати, интересно, вот это слово не парься, это, наверное, тоже из Коэлита, да. И вот раньше не понимал, почему говорят, знаете, кто-то такой весь взволнованный, говорит, да не парься, ну что ты паришься, вот так вот запарился. Это как раз из Коэлита, все, теперь я буду это слово использовать, понимаю, откуда оно взялось. До завтра, дорогие друзья, чтобы Всевышний, чтобы мы были как царь Соломон, стремились ко Всевышнему, и сегодня мы не можем приносить быков в жертву всесожжения, но мы можем вздака, это как мы берем час своих денег, которые заработаны нашим временем, силой, и мы переводим их в духовную сферу. Поэтому вздака это как служение, как жертвоприношение, поэтому мы можем вот здесь лучше давать много раз по чуть-чуть, чем один раз сразу, поэтому лучше распределять. Чем больше мы действий делаем, тем больше мы в этот момент вспоминаем, что мы выполняем заповеди Всевышнего, заповедь вздака, и это очень важная заповедь, которая нас приближает ко Всевышнему. И в заслугу этой заповеди Всевышний, как Шлома Мелоху, он открыл все тайны, так же он и нам откроет все тайны, и мы будем действовать, соответственно, воле Всевышнего, и получать вечную жизнь, и все бонусы в этом мире. До завтра.